Сегодня мы с вами в очередной раз займемся мокрым валянием. Предлагаю попробовать свои силы в изготовлении войлочных украшений. Валяем из непрядиной шерсти кулон на проволочном каркасе и создаем необычные слоеные бусы. Думаю, что это занятие придется вам по вкусу и вы в скором времени создадите массу уникальных украшений для себя и ваших подруг. Здравствуйте, меня зовут Наташа Фохтина. Я, как всегда, рада вас приветствовать в нашей студии. Сегодня предлагаю продолжить такую интересную тему, как мокрое валяние и создать своими руками несколько оригинальных украшений. И поскольку именно бусы по-прежнему находятся на пике моды, то мы их не оставим без внимания. Думаю, что собирание различных шариков на нить нравится всем, даже детям, когда из отдельных деталей через небольшой промежуток времени получается красивая вещица. Вот эту самую простую операцию, с вашего позволения, предлагаю опустить и заняться изготовлением самих бусин, вернее модулей, из которых и получим в итоге уникальные украшения. Я вам очень рекомендую обратить внимание на работу с шерстью, поскольку этот материал необыкновенно пластичен, декоративен и очень удобен в работе. Конечно, если соблюдать некоторые технологические нюансы, с ними мы сейчас и разберемся. А сначала мы приготовим с вами полиэтиленовую упаковочную пленку. На ней мы будем работать с шерстью, затем москитную сетку, которая позволит производить процесс сваливания без деформации плоского изделия, и мыльный теплый раствор. Его можно приготовить самим, из одного бруска мыла, натертого на терке и залитого двумя литрами кипятка. А можете воспользоваться и готовым средством для валяния, которое есть в продаже. Я же рекомендую начать вам свои эксперименты с жидкого мыла, разбавленного теплой водой. Ну и, собственно, выбираем понравившиеся цвета непрятенной шерсти и приступаем к работе. Вернее, сначала придумываем, что мы из нее будем делать. Для начала предлагаю сделать вот такой симпатичный кулон. Эта работа интересна тем, что она выполнена на металлическом каркасе, что защищает ее от деформации. Но, несмотря на это, она очень легкая и комфортная. Хочется отметить еще и то, что это изделие изготовлено у нас в смешанной технике, то есть основа валяется мокрым способом, а декорируем его методом сухого валяния. Мне кажется, что вы непременно оцените оригинальность подобного украшения и создадите нечто похожее, ну или, по крайней мере, работа с каркасом вам покажется интересной, и вы на основе этой идеи создадите что-то уникальное и неповторимое. Желаю вам в этом преуспеть! Еще, пожалуй, предложу вам пофантазировать на войлочную тему. Интересно, а как вам придутся по вкусу вот такие бусы? Каждая бусина выглядит как симпатичный аппетитный рулетик. Собственно говоря, технологии их изготовления подобно кулинарной. Берем непряденную шерсть и заворачиваем аппетитную под цветовую камень начинку. На мой взгляд, это украшение будет очень интересно гармонировать с однотонной прикотажной одеждой и украсит даже самый скучный и надоевший вам наряд. Ну и, конечно, замечу, что эта вещица уникальна. Повторить ее вы точно один в один не сможете. Зато каждый раз, изготавливая новые бусы, вы будете получать эксклюзивный и очень необычный узор. Если вы любите не только удивлять окружающих, но и удивляться сами, то это ваша технология. Попробуйте! Есть еще одна технология работы с непрятенной шерстью. Это милифиори. В переводе с итальянского языка это тысячи цветов. Так вот, издавна этим занимались художники по стеклу, создавая уникальные мозаичные узоры из разноцветного стекла. Затем уже современные мастера, работающие с полимерной глиной переняли этот опыт. Ну а теперь мы с вами попытаемся освоить новое веяние в валяльном рукоделии. Это войлочная милифиори. На самом деле занятие это достаточно сложное, но оно того стоит, поскольку в итоге вы получаете изумительные бусины, которые просто необходимо собрать в чудесное украшение. Я думаю, что вы обратили внимание на то, что наши рулетики очень похожи на эти бусины. Но это лишь потому, что в обоих случаях шерсть выкладывается разноцветными слоями. А вот технологический процесс совершенно разный. Да, это изделие делать сложно и долго, но это только в первый раз. И еще, я вас обрадую. Не нужно делать каждую бусину по отдельности, а вполне достаточно свалять вот такую колбаску, разрезать ее и получить необходимое количество прекрасных заготовок для сборки украшения. Ну, я думаю, если уж войлочные бусины вы сделаете, то как собрать их вместе вы уж точно придумаете. Надеюсь, что я вас достаточно заинтриговала и вы уже хотите примерить такие бусы. Тогда предлагаю немедленно приступить к работе. Итак, начнем. Чтобы сделать вот такой кулон, нам нужно приготовить для работы кусок полиэтиленовой упаковочной пленки с пупырышками, шерсть для валяния белого, коричневого, бордового, красного, светло-зеленого и зеленого насыщенного цвета. Также нам необходимы москитная сетка, мыльный раствор, игла для валяния, кусок поролона или специальный матик для валяния, инструмент для фелтинга с семью иглами и металлическая проволока. Начинаем работу. Сначала нам нужно сделать из металлической проволоки вот такой овал в два оборота, закрепить его и сформировать небольшую петельку, чтобы впоследствии продеть через нее шнур. Это у нас получился каркас нашего кулона. И теперь можно переходить к валянию. Кладем полиэтиленовую пленку пупырышками вверх и на нее выкладываем тонкими прядками белую шерсть. Сначала раскладка идет горизонтальная, потом вертикальная и затем опять горизонтальная. Слоев может быть до шести, но главное, чтобы наша слоеная заготовка была ровной и однородной. По размеру наша шерстяная раскладка должна быть чуть больше металлического каркаса. Смачиваем шерсть мыльным раствором, накрываем москитной сеткой и начинаем немного сваливать руками. Минут через пять снимаем сетку. Кладем на шерсть наш металлический каркас и заворачиваем на него края нашего еще не свалявшегося войлока. Нужно еще взять немного белой шерсти и накрыть нашу заготовку слоем примерно такой же толщины, как мы делали до этого. Опять смачиваем мыльным раствором, накрываем сеткой и валяем. Через несколько минут снимаем сетку, переворачиваем кулон, заворачиваем его в шерсть, чтобы он получился овальным. Чтобы наше изделие стало более интересным, я предлагаю отщипнуть немного коричневой шерсти и аккуратно приложить ее к белой заготовке. Накрываем кулон сеткой и доваливаем до конца с разных сторон. Замечу, что изредка стоит приподнимать сетку, чтобы она не привалялась и не прилипла. В итоге заготовка у нас должна получиться достаточно плотной и однородной. Если она именно такая, то ее стоит хорошенько промыть, промокнуть и высушить. Теперь декор. Берем нашу заготовку, кладем на матик для валяния и выкладывая разноцветные шерстяные волокна, крепим их иглой для валяния. Когда рисунок сформирован, а я предлагаю выложить вот такой декоративный цветок, мы берем инструмент для фелтинга с семью иглами и прочно приваливаем рисунок к кулону. Предупреждаю, делать это нужно очень аккуратно, поскольку нельзя забывать, что внутри изделия находится металлический каркас. Иглы достаточно хрупкие и они могут вас поранить. Я очень рассчитываю на то, что вы сбережете свои пальчики и перейдете в полном здравии к сборке изделия. Для того, чтобы наш кулон хорошо смотрелся, нам нужно сделать к нему пять белых шариков с коричневыми разводами. Нанизать их на шнур вот таким вот образом. На концах по вылочной бусине, две по краям кулона и одна над ним. Ну и мне кажется, этого вполне достаточно, чтобы наше украшение не было особенно перегружено и смотрелось гармонично. Хотя могут быть различные варианты. И как вы это сделаете, все зависит только от вашего вкуса и фантазии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, подобные войлочные бусины могут выступать в вашем гардеробе в различных ролях. Ну, например, как вам понравятся вот такие войлочные пуговицы на трикотаже? Мне кажется, что они делают вещицу необыкновенно красивой. Или если ими расшить однотонную сумку, то я уверена, что она вам послужит еще долгое время. В общем-то, у нас с вами есть универсальный декоративный элемент, такой как войлочная бусина. Присмотритесь к ней, и у вас возникнет масса вариантов, где она просто обязана быть пришита. Теперь я расскажу, как приготовить вот такие аппетитные войлочные бусины-рулетики. Полиэтиленовая пленка уже у нас на столе, и на нее мы выкладываем слои шерсти. Каждый цвет раскладывается в 3-4 слоя, вертикальных и горизонтальных. Мне очень нравится, когда бусины получаются яркими. Например, на черную основу кладем красную шерсть, затем оранжевую и ярко-желтую. После того, как у вас получился слоеный прямоугольник, мы его обильно смачиваем мыльным раствором. А после этого аккуратно начинаем скручивать, и стараемся это делать как можно плотнее. У нас должна получиться вот такая колбаска, которую мы и катаем, то есть сваливаем. В общем-то, процесс это достаточно длительный и весьма утомительный. Поэтому советую попробовать все способы. И по столу покатать, и в руках, да и родных вполне можно подключить на это время к процессу. Уверена, подобная зарядка пойдет вам всем только на пользу. В итоге у нас должна получиться вот такая плотная колбаска, которую необходимо промыть сначала в проточной воде, а затем ополоснуть в воде с уксусом и просушить на батарее. А вот после того, как наша заготовка высохнет, начинается самое интересное. Берем острый макетный нож и деревянную досочку. Кладем на нее наш рулет и начинаем нарезать его кусочками шириной по полтора сантиметра. Обратите внимание на то, что технология эта практически безотходная. Если срезать у нашей колбаски края наискось, то получатся вот такие интересные бусины, которые только добавят оригинальности нашему украшению. А вот как вы их соберете, я не знаю. Наверняка у вас уже появилась какая-то идея. Я, например, решила сделать очень простые бусы. Просто собрала войлочный декор и нанизала его на леску, чередуя с крупным черным бисером. Мне кажется, этого вполне достаточно. Но это только на мой вкус. Кстати, даже несмотря на то, что бусы, выполненные в этой технике, уже сами по себе достаточно яркие и нарядные, они еще и очень демократичные, поскольку потерпят рядом с собой и массу других элементов. Ленты, кружева, цветы в этих бусах совсем не будут смотреться лишними. Самое главное – не переборщить с нагромождением и соблюсти некие цветовые правила. В общем-то, это украшение можно переделывать каждый день, и оно каждый раз будет смотреться по-новому. Очень советую поработать вам в этом направлении, поскольку я просто уверена, что вас ждет неминуемый успех. Ну вот, наконец-то мы добрались и до наших бус, изготовленных в технике мелифиори из войлока. Приготовим для работы шерсть для валяния черного, розового, красного и бордового цвета, полиэтиленовую упаковочную пленку, мыльный раствор, макетный нож и разделочную доску. И если у нас все это есть в наличии, то не вижу никаких препятствий, чтобы начать работу. А начинаем эту работу мы, в отличие от предыдущей, не с выкладывания пластов, а с самой середины, то есть с начинки. Берем шерсть бордового цвета и отщипывая прядки, выкладываем их в несколько слоев, чередуя вертикальные с горизонтальными. Получиться у нас должна полоса шириной 4-5 см, а длиной сантиметров 15 см. Замечу, что чем длиннее полоса у вас получится, тем больше бусин вы сделаете. Итак, выложили, смачиваем шерсть мыльным раствором. И после этого сразу начинаем скатывать. Сначала стараемся делать это в одном направлении, чтобы колбаска получилась плотная. Валяем ее не так долго, а минуты 3-4. А затем кладем нашу войлочную начинку и под ней выкладываем полоску из шерсти другого цвета. В моем варианте это черный цвет. В общем-то процесс не очень сложный. Каждый раз вы оборачиваете уже сваленную заготовку в новую оболочку. Самое главное технологически делать это одинаково. Смачиваем приготовленную полоску мыльным раствором. Кладем на нее уже сваленную колбаску. И заворачиваем в направлении к себе. Ну и как я уже говорила, мы первое время валяем в одном и том же направлении. Ну и поскольку мельфиори это тысяча цветов, то никто вас здесь в этом количестве не ограничивает. Хотя я решила все же быть поскромнее. И составить колбаску, чередуя бордовый, черный, розовый, опять бордовый, опять розовый, черный, розовый, бордовый и финальный черный цвет. Всего-то получилось 8 слоев. Через какое-то время вы, собрав все цвета в одну заготовку, сваляете ее хорошенько, чтобы она стала плотной, как валенок. И ни в коем случае не была рыхлой, иначе слои развалятся. Промываем изделие от мыла в проточной воде и ополаскиваем в слабом уксусном растворе. Ну и, конечно, дожидаемся высыхания, чтобы хорошенько и аккуратно нашинковать нашу колбасу. Берем острый макетный нож и отрезаем бусины шириной по полтора сантиметра. И получаем вот такие изумительные войлочные круглишки, которые предлагаю незамедлительно собрать вот в такое простое, но очень изысканное украшение. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...